Питца церкви впервые. Вот, это не только себя, а защищать правду Божию. Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Ничего особенного, чтобы благословил район, никаких особых магических заклинаний не было. Просил Бога, что мог, кто просил. Никаких секретов здесь нет. Молитва это не заключается в том, чтобы просто правильно составить предложение. Здесь важно, чтобы сердце находилось в правильном положении. Яшуа, например, приводил пример, как один человек, он молился правильно и говорил все правильные и прекрасные вещи. Но его сердце было не в правильном положении. А мытарь, ну, фарисея, да, мытарь, он даже не был, не мог смотреть наверх, его голова была опущена. Он просто просил о милости, и его молитва, Ишуа, говорит, была услышана. Ишуа говорил, что не будьте многословны в молитве. Я, например, ненавижу просто ходить на молитвенные собрания. Это самое нудное, что может быть на всей планете. Нет ничего более нудного, чем молитвенное собрание. Ну да. А мне все равно. Что ты там не согласна или еще что-то. Я объясню почему. У меня надо быть хорошим учителем, поэтому буду объяснять. Это не просто так. Ну ничего, не соглашайтесь, проблем нет. Мне нравится, когда люди не соглашаются. Мою жизнь это не меняет. Еще не соглашайтесь. Я люблю заставлять вас думать. Может расстраивать вас. Хорошо тоже. Будете думать больше. Почему молитвенные собрания обычно нудные для большинства людей? Потому что первый молится. Потом следующий молится. И второй молится обычно похоже, о чем молился первый. Потом молится третий. Четвертый, пятый. И все молятся об одном и том же, о чем молился первый. Либо Бог какой-то недалекий у нас. Или глухой. Какой из вариантов правильный? Он же не глупый. И не глухой. Иешуа говорит, не будьте многословны в молитве. Не повторяйте одно и то же. Это не я сказал. Иешуа сказал об этом. Бог сказал об этом. Не я. Поэтому молитвенные собрания, они нудные. А потом кто-то начинает говорить одно и то же. И продолжает и продолжает. Боже с милостью надо мной. Я буду служить Тебе всю жизнь, если только я закончу это молитвенное собрание. Ну да, конечно. У нас еще нуднее. She says, we don't have such prayer meetings. I have, it's even more boring. I say it's even more boring. Oh, even more. So, this is what you need to do. Вот что надо делать. Когда вы молитесь о чем-то, это хороший вопрос. Не надо молиться об одном и том же постоянно. Один помолился. Все согласились. Потом пусть другой молится о чем-то другом. Или с другой стороны о той же ситуации. Но когда мы повторяем одно и то же постоянно, мы таким образом говорим, что Бог глупый. С первого раза он не понял, поэтому надо ему объяснить. Но я так не думаю. Я думаю, что Господь достаточно развит своим разумом. Ишуа сказал, что Он знает еще прежде нашего прошения, о чем мы будем молиться. То есть, смысл в сердце. И сердце более важно, чем слова. Господь слышит сердце и намерение сердца. И когда вы искренне. И находитесь в правильном положении перед Богом. У вас огромная сила и власть в Боге. Это не формула. Это сердце. Смысл в сердце, а не в формуле. И вот мы пошли в то место, куда нас Бог отправил. Мы молились о том, чтобы пришло Царство Божие. Чтобы воля Его была здесь. В этом районе. Иногда Богу не нужно объяснять все, что Ему нужно делать. Я очень люблю то, о чем учил Ишуа касательно молитвы. Он научил учеников принципам молитвы. Придет Царство Твоя, да будет воля Твоя. Почти всего касается эти слова. Я говорю, Боже, Ты знаешь лучше, чем я. Да придет Царство Твоя, да будет воля Твоя. Правильно? Это хороший способ молитвы о самом себе. Вам не нужно устраивать о самом себе пятичасовое молитвенное собрание каждый день. Отец Небесный. Он, мой Отец, это моя идентичность. Я его сын, я ребенок. Мы говорили об этом вчера. Твое имя досветится, оно великое. Я поклоняюсь Ему. Поклоняюсь. Господь, Ты верный. Когда я устал, Он все равно добр. Когда я не знаю чего-то, Он мудрый, все равно. Когда я слаб, Он силен. Поклонение. Отец Наш Небесный. Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя. Очень хороший способ молиться о себе. Не знаете, как молиться о ком-то. Начните просто говорить, Отец, да придет Царство Твоя, будет воля Твоя в жизни этого человека. Очень просто. Вы говорите, Боже, Ты знаешь намного больше. Бог не глупый. И не глухой. Хотя некоторые люди так себя ведут, как будто Он такой. И когда люди собираются и молятся с верой, тогда молитвенные собрания не нудные. Хорошее время тогда. Но если быть честным, то большинство молитвенных собраний так не выглядит. Те же люди молятся теми же молитвами каждую неделю. Можно записать это на видео. И просто воспроизводить видео каждую неделю будет одно и то же. Это не Дух Святой. Это повторение одного и того же. Это религия. В этом нет жизни. Ничего это не производит. Разве что люди от этого засыпают. А некоторые только чувствуют духовно. А потом Вам говорят, Ты должен быть на молитвенном. Не-не-не, только не молитвенном. Все что угодно. Я уже в служении более 40 лет. Если я не знаю служения, и меня спрашивают, Хочешь прийти на молитвенную? Я говорю, Нет. Нет, спасибо. Сами помолитесь. У меня своя будет молитвенная встреча. Потому что в большинстве случаев я знаю, чем это все закончится. Когда уже подходит время, чтобы я учил или проповедовал, у меня уже веры нет никакой. Я хочу просто спать. Хочу в кровать. Понимаете, о чем я? Молитесь, да придет Царство, и Твоя будет воля Твоя. Здесь. Вы делаете это? Здесь, в этом месте. В вашем доме. В здании, в котором вы живете. Если бы я жил в том месте, где происходили какие-то безумные вещи, я бы менял это. И вы можете менять это. Это от вас зависит. Начните быть священниками. И все изменится. Все изменится. Божье присутствие приходит, и бесы падают. Это реальность. Это захватывает. Это хорошие новости. Ишуа принес нам хорошие новости. И Писание говорит, чтобы мы, будучи на молитве, прощали и просили прощения. Просили о насущном хлебе. Если вы помолитесь об этих вещах, вы помолились обо всем. И это может занять 10 минут. И это будет сила. Я думаю, что многие люди бы выбрали такой вариант, что они бы молились 10 минут, но они бы знали, о чем молиться. Но если просто повторять отче наш постоянно, то она уже не имеет никакой ценности. Она снова становится нудной. Но если от сердца молиться по каждому из этих пунктов, то это становится прекрасным. Это изливание вашего сердца. Отец, да придет Царствие Твое, будет воля Твоя в моей семье. Да придет Царствие Твое, будет воля Твоя в Одессе. В общине. В жизни пастора. В жизни моей сестры, которая меня ненавидит. В жизни собаки, которая гоняется за мной на улице каждую неделю. Смысл в том, чтобы Царство пришло именно сюда, в эту ситуацию. Вот что такое быть священником. Священник стоит и от лица людей молится и открывает двери для Господа, чтобы он вошел в жизнь людей. Хотите видеть, как Господь действует? Просто будьте постоянны в этом. Первые шесть месяцев, пока мы находились в этом районе, то у жены у меня были кошмары по ночам. У жены как бы защемляла челюсть, она не могла двигать челюсть по ночам. Мы молились. И потом все это прекратилось. И вещи начали меняться. Аминь? Аминь? Сейчас узнаем. Вы начальник, вы хозяин. Я отвечу на ваш вопрос на этой неделе. There is another question. Okay, so we went to pray for the building. Мы пошли молиться за здание. И мы сняли помещение, я вам сказал. И я собирал людей, мы там молились по утрам. И потом я говорю, сегодня мы сделаем другое действие. Мы сделаем молитвенную прогулку. И мы подошли к зданию, где находился притон. И в том регионе, в котором мы жили, там общее население составляло миллион человек. И то здание, о котором я сейчас говорю, это было место номер один, если люди хотели купить наркотики. Я сейчас встану. Мы подошли к зданию, и я сказал, все, сейчас будем молиться за здание. Как мы высвобождаем Царство Божие? Один способ, это мы возлагаем руки на людей. И высвобождаем Царство. Писание говорит, что мы возлагали руки. Поднимали руки. Что происходит, когда вы поднимаете руки? Ваши ноги, ваши стопы находятся там, где вы. На том месте, где Господь вас поместил. Вот что олицетворяет ваши стопы. Место, в котором я нахожусь. Помните, мы молимся о том, чтобы Царство пришло именно на это место. То есть там, где мои стопы. Писание говорит, что Господь дает вам то место, где стоят ваши стопы. В общем, берете ноги в руки и ставите на то место, где надо. Потом поднимаете руки. See? Where I live, I live, I can see the ocean from my house. Там, где я сейчас живу, я видно океан из окна. And about 30 kilometers out, there's some islands. И на расстоянии 30 километров там есть острова. I can show you a picture. И острова как бы как раз находятся на горизонте. What word is that? The horizon. I said that. Okay? It's the horizon. Say it again. Горизонт. Say it again. Скажите, горизонт. Okay? All right, write it down. Запишите, горизонт. The horizon. Обязательно запишите. Who are you? You're a priest. Вы кто? Священники. Где живут священники? На горизонте. Где живут священники? На горизонте. Где небо встречается с землей. Где небо встречается с землей. See? Your feet are on the earth. But when you raise your hands, where do they go? Но когда вы поднимаете руки, куда они направлены? В небо. В духовную реальность. В небеса. And what do we do? We call down from heaven. И что мы делаем? Мы призываем с небес. Pray. The kingdom of heaven come here on earth. We молимся о том, чтобы Царство Божие пошло на землю. Так как оно есть на небе. Isn't it crazy how the people who follow God don't believe God wants to come to the world? Это, на самом деле, большое безумие, когда верующие не верят, что Царство Божие может прийти на землю. So all we do is have little times where we come together and have a church service and experience presence of God. И мы просто собираемся на церковное собрание и переживаем Божие присутствие. Но Господь хочет, чтобы его Царство пришло сюда. Как это происходит? Когда один человек начинает верить. И понимает, что он находится на горизонте и начинает действовать. Одного достаточно. Может быть, даже ребенка. Господь почитает священника. Вам нужно видеть себя так, как Бог видит вас. Не то, как вы себя чувствуете. Я вам говорил, что редко я... Ну, точнее, бывают дни, когда я не чувствую себя духовно, но это ни на что не влияет. Я священник. Я сказал этой группе, что мы идем молиться за здание. Как будем молиться? Скажите, как мы должны были молиться? Если вы не слышали, как я рассказывал об эту историю, как мы молились? Как думаешь? May your kingdom come and you will be done in this place. Точно. И что мы физически делали? We raise our hands. И мы возлагали руки на здание. Возложите руки. И я сказал этой группе, возложим руки на здание. Я вчера говорил, что вы видите, когда молитесь? В тот момент, когда возлагаем руки на здание, что вы начинаете видеть в духе? Что приходит к вам? Какие образы приходят к вам? И вы начинаете благословлять. И говорите врагу, чтобы он ушел. И что Божья цель насчет этого здания совершит. Может, это не будет церковь обязательно. Но точно, что это не должно быть притоном. Я это точно знаю. Понимаете? И вы говорите, Боже, какая цель твоя для этого здания? Вы благословляете здание. И когда мы возложили руки на здание, сразу на третьем этаже два окна открылись. И вылезло двое. Начали нас проклинать. А мы сразу, Аллилуйя. Это была духовная война. В течение года умер владелец здания. Здание ушло городу. И не знали, что с ним делать. И спустя год они приняли решение. На первом этаже они сделали библиотеку. А потом сделали ремонт, и все сделали общежитие для бедных. И это очень сильно поменяло тот район. Это было место, где жили бесы. Здесь, в Одессе, есть такие места, где живут бесы. Как Господь показывает вам, вы начинаете менять вещи. И мы начали молиться потом за улицу, на пересечении которой находилась церковь. Потому что мы священники. Эти люди сами за себя не молились. Мы начали молиться за них. И улица называлась Рамона. Мы начали молиться и говорить, Боже, благослови Рамону. И когда вы, например, начинаете так вот действовать в городе, вы берете одно место за другим. Хорошо молиться за весь город сразу. Но можно фокусироваться на каких-то конкретных целях. И тогда вы узнаете, что Бог совершил что-то. Это будет созидать вашу веру. Видите, Давид говорит, я убил льва, убил медведя. И Голиафа убью. Когда у вас есть духовная победа, ваша вера растет. Вы увидите, что это работает, это работает в вашем случае. И что Господь хочет, чтобы вы делали? Чтобы Он дал вам духовные победы. Чтобы вы были вдохновлены. И перестали ходить на молитвенные собрания. А молиться начали по-настоящему. И тогда уже на молитвенных собраниях будет несколько людей, которые по-настоящему молятся. Ишуа, they asked Yeshua to heal someone. Помните, Ишуа попросили исцелить человека. И Ишуа сказал, пусть все люди, все неверующие выйдут из комнаты. Все те, кто не верят. Лучше иметь троих, кто верит, чем восемнадцать, но тех, кто не верит. Итак. Мы начали молиться за эту улицу. И спустя два месяца Бог дал нам целую улицу. Я скажу, как это выглядело. Однажды мы выглянули, и летел вертолет. И тогда есть полиция. Полицейский вертолет. Они называли это SWAT. То есть это был полицейский спецназ. И они перекрыли полностью улицу Рамона. И они сказали, что там в одном здании была банда, и они будут захватывать это здание. Я не помню, что они конкретно делали. И они эвакуировали полностью всю улицу, потому что было небезопасно. Потому что могла быть стрельба. И пришли ко мне. И меня спросили, пастор, можно, чтобы люди с этой улицы все пришли к вам в церковь? Я сказал, конечно. Мы об этом и молились. Мы молились о том, чтобы вся эта улица пришла к нам в церковь. И все пришли с этой улицы. И все пришли к нам. Правда, Бог имеет чувство юмора? Религия — это нудно, но вот Бог, Он имеет чувство юмора. И вот все люди пришли к нам в церковь. Мы начали их кормить, там делать бутерброды. Сотни людей. Пять часов где-то эти люди провели в церкви. И это было прекрасное время, мы познакомились с людьми на улице. Но было и дальше, и лучше. В конце дня подошла одна пожилая женщина, тоже латиноамериканка. И она подошла, взяла меня за руку. Она говорит, пастор, вы знаете, я в свое время отпала от Господа. Я раньше ходила в церковь. Но больше не хожу. И она сказала, вот моя дочь. И она не знает Господа. И она сказала, мы хотим упорядочить свою жизнь перед Богом. И сын моей дочери, он находится в том доме, который сейчас захватывают. Где там, который полиция оцепила. И она сказала, мы хотим примириться с Господом. Аллилуйя. Она пришла к Господу. И эта бабушка вернулась к Господу. И спустя мгновение, как мы помолились, 300 метров от нас, та банда сдалась полностью полиции, без единого выстрела. Санта-Барбара какая-то, короче. Вот о чем я. Понимаете, о чем я говорю? Я еще много могу историй рассказать о том, что произошло на той улице. И целое общество, целый район начал меняться. Там столько перемен произошло, что мне даже написали из Конгресса США. Ну, то есть, как Верховная Рада, только чуть побольше. Они поблагодарили нас официально и почтили нас за хорошую работу, потому что благодаря нашей работе изменился целый район. Когда я перестал быть пастырем там, я говорил с одним бизнесменом, неверующим. И они попросили, говорят, можешь кое-что для нас сделать? Они говорят, если ты снова будешь пастырем, пожалуйста, скажи нам. Потому что мы хотим купить здание, где ты будешь пастырем. Потому что там сразу цена на недвижимость вырастет, там, где ты пастырем будешь. Но это не моя гордость. Я просто говорю, что я священник. И я начальник там, где Господь меня посылает. Вы священники. И вы ответственны в тех обстановках, в тех местах, куда вас Бог помещает. Где вы живете, где работаете. Где бы Он вас не посылал. Вы священники. Начните действовать как священники. Аминь? Прекрасно. И Ишуа сказал, когда двое или трое собраны вместе, тогда проявляется сила. Один обращает бег с двое тысячи, двое десятки тысяч. Запишите Евангелие от Марка. По сути, каждое Евангелие было написано по своей цели. Ради своей цели. Матфея было обращено к евреям. Показывая еврейство Мессии. И было направлено, чтобы показать евреям, почему Мессия пришел, что Он был евреем. И много историй с этим связанных. И Лука написал Евангелие к неевреям. Был доктором. Он писал, как доктор. Очень детально. Объясняя все. Пытаясь сделать полную картину. Иоанн — это совершенно другой Евангелие. Он был самым близким к Иешуа. Иоанн больше делился о внутренней жизни. Иешуа. Его взаимоотношениях. Иоанн говорил о любви, жизни и свете. Евангелие от Марка. Марк была написана для жителей Рима в основном. Для тех, кто находился в гонениях. И основная цель этого Евангелия — это посвящение. Особенно, когда есть трудности. И там говорится о том, как иметь веру. И с начала Евангелия от Марка до конца есть определенное послание. Если у вас есть Библия, сейчас с собой. И откройте первую, можете открыть первую главу и написать прямо в Библии вверху. Можете написать, Иешуа учит учеников в вере. Иешуа учит учеников о вере. Если вы хотите расти в вере, обратитесь к Евангелию от Марка. И начните читать сначала и до конца. И обратите внимание на то, как Иешуа учит в вере. Эти люди проводили с Ним каждый день. И им тяжело было все равно научиться вере. Посмотрите на меня. Им было тяжело научиться вере. Если Иешуа находился с ними каждый день, и им тяжело было научиться вере, то это может быть тяжело и для вас. Потому что это совершенно другое мышление, правильно? Но можно этому научиться. Просто необходим другой угол, другая точка зрения. И в какой-то момент Евангелие от Марка Иешуа говорит, что вы так медлительны на понимание, на веру. Вы медлительны на то, чтобы учиться вере. Вот разница между учеником и фарисеем. Ученик, он был медлителен на то, чтобы научиться вере. А фарисей говорил, я не буду учиться вере. Какое ваше решение? Вы хотите научиться вере? Или вы говорите нет? Я проживу жизнь, ограничиваясь своей душой. Это ваше решение. Вы можете научиться вере. Писание говорит, что каждому дано по мере. Вера по мере. И вопрос заключается в том, будете ли вы использовать свою веру и видеть ее рост? Иешуа сравнил веру с горчичным зерном. Он сказал, что вера — это как горчичное зерно, которое самое маленькое. И если вы его посадите, то оно вырастет, прорастет. Другими словами, даже малой, самой ничтожной веры достаточно. Если вы начинаете действовать на основании этой веры, все получится. Не думайте о том, чего у вас нет, а думайте о том, что у вас есть. Помните, Господь не спрашивает о том, чего у вас нет, а Он спрашивает о том, что у вас есть. Что такое вера? Можете записать. Вера — это решение, а не эмоция. Это не то, как вы верите, как вы чувствуете в отношении чего-то. Вы можете быть расстроены в жизни. Но это не значит, что вера не может действовать при этом. Вера — это выбор. Это согласие с Богом. Вера — это согласие с Богом. О том, что Он говорит. О вас или о чем-либо другом. Вера — это когда вы решаете согласиться с Богом о том, что Он говорит о вас или о чем-либо другом. Поэтому, если Господь что-то говорит, вы должны это тоже сказать. Если Господь говорит, что вы — ребенок Божий, то вы должны сами сказать, что вы — ребенок Божий. Вы должны соглашаться с Богом и провозглашать это. И Господь, например, говорит, что Он сделает путь. Но я не знаю, как в своих проблемах это приведет к результату. Моя ситуация для меня невероятна. Ничего страшного, у всех такое бывает. Рано или поздно. Но вы начинаете провозглашать, и Господь сделает все, как нужно. Господь способен менять ситуацию. И ваши слова, они важны. Понимаете? Завтра я еще больше поговорю о власти и о слышании голоса Божьего. Ну, я еще расскажу одну историю. Моя жена иногда делает вещи, которые меня удивляют. Иногда она говорила какие-то вещи, с которыми я не согласен. она говорила, Бог сделает вот это. Но у меня не было веры в это. Я говорил, да, не может быть. Иногда Господь будет давать вам веру о чем-то. Но никто больше не услышит то же самое от Бога. Понимаете? Поэтому не расстраивайтесь, если у других не будет веры или понимания в каких-то ситуациях. Но начинайте говорить то, что Бог говорит касательно чего-то. Понимаете? И когда вы будете разговаривать с кем-то, кто имеет веру, не унижайте их веру. Господь, Он очень умный. И Господь меня очень быстро научил, когда мы еще были недавно женаты, что иногда моя жена совершенно права, а я полностью не прав. И иногда Господь так действует. Особенно, если мы становимся гордыми. И когда наш старший сын, он должен был жениться, у нас у входа в дом кактус растет. И мы вышли из машины, заходили в дом, проходили мимо этого кактуса. И она говорит, видишь этот кактус? Она говорит, когда наш сын женится, он засветет. У этого кактуса цветок появляется только раз в году. В какие-то годы он вообще не цветет, и приходится ждать два года. И цветет он только один день. А сын там женился через шесть месяцев. Она это сказала, а я так покрутил глазами. Ну да, конечно. И мы пошли домой, но потом, когда я проходил мимо кактуса, постоянно так боковым зрением на него косился. И с тех пор уже, когда я заходил в дом, кактус уже на меня просто пялился. А я на него смотрел с презрением. Но я научился, что иногда моя жена вот совершенно права, а я полностью не прав. Но я уже начал думать так, что я не знаю, что Бог хочет сделать. Веры у меня нет. Бог этим моего сердца не коснулся. Ну, разве что, вот я помню, жена пару раз была права полностью. Целых шесть месяцев я мимо этого кактуса ходил. И перед свадьбой, перед свадьбой сына, мы увидели, как вот скоро будет появиться цветок. И когда он в тот день свадьбы, цветок расцвел. На следующий день он уже завел. А моя жена, когда проходила мимо кактуса перед этим, она с ним разговаривала постоянно. Она говорила, ты засветешь, когда сын женится. Понимаете, о чем я? Я верю, что Господь иногда любит улыбаться в наш адрес. И совершать в наших жизнях вещи, которые не изменят весь мир, но они будут... Он совершает эти вещи, потому что он благ. Просто потому, что он хочет коснуться вашего сердца. Разве он не благ? Он может сделать что угодно. Помолимся. Я начинаю плакать. Все, давайте молиться. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты любишь нас так сильно. И что Ты нас научишь вере. Я прошу, чтобы каждый здесь присутствующий видел себя как священника. Чтобы мы умели ходатайствовать и молиться. Провозглашать те вещи, которые Ты говоришь о мире вокруг нас. О наших семьях, о наших общинах, о наших друзьях. чтобы они восставали восставали в духе и обретали духовную власть. Чтобы они видели вдохновение и радость отвеченных молитв. и молитвы. Иногда Господь не отвечает на молитвы так, как мы хотим или как мы того же даем. и молитвы. Но не нужно нам как бы на этом делать, В этих ситуациях мы должны все равно доверять и говорить, Боже, Ты благо. я не понимаю ситуацию. Но я полагаюсь на Твую мудрость и благость. На мудрость Твою и благость. Потому что я знаю, что когда-то я посмотрю уже, обернусь на эту ситуацию и скажу, что это было удивительно. Давайте поднимем наши руки Господу. Господь, Ты никогда не подведешь меня. Скажите, Господь, Ты никогда не подведешь меня. Ты никогда не подведешь меня. Ты благ. Ты мудр. Ты добр. Ты даже можешь заставить цветы цвести для меня. Ты мягкий и сладкий Господь. Мы любим Тебя. Помоги нам ходить в вере. Благослови каждого здесь, Господь. Помоги им увидеть, как Ты любишь их, Господь, как сильны они в Тебе, Господь, чтобы они были наполнены благодатью и миром. Во имя Ишуа. Аминь. Редактор субтитров